Всем привет, немножко новый для меня жанр, пришла ко мне посылочка от официального дилера Стэнли в России, ссылочка будет в описании, также там будет промокод на 15% скидку, если кого-то конечно заинтересует продукция. А я уже сгораю от нетерпения, хочу посмотреть, что там внутри, такая вот большая коробка, такое чувство, как в детстве на Новый Год. Короче, маленькая сразу предыстория, зачем вообще и почему и как. С женой мы ездили где-то месяца полтора назад в клюкву собирали, у меня был старенький термос, он меня полностью устраивал на полтора литра, не знаю, безымянного производителя, отлично держал температуру, но там на клюкве мы его, короче, оставили, забыли, потеряли, короче, не нашли. Лет 15 этому термосу было. Ну, а тут написали, хотите термос, я, конечно, хочу, у меня нет термоса. Почитал, пожизненная гарантия на сохранение тепла, это на самом деле очень подкупает. Вещь на самом деле не дешевая, так что сейчас посмотрим, как она с себя выглядит. Ну, такой, увесистый, килограммчик будет. Сейчас посмотрим. Упакован, в принципе, нормально, я думаю, что даже если там халатные какие-то транспортировки, то ничего бы с ним не стало. Пупырчатая бумага. Интересненькая. Я уже на рыбалку езжу без термоса. А тут раз тебе. Заказывал специально такого вот объема. Потому что маленький термос, с него раз, особенно зимой, когда на рыбалке, всегда хочется чая согреться. А тут полтора литра можно пить вдвоем, троем. Вот такая вот штучка, ребята. Ну, по тактильным ощущениям, очень даже такой приятный. Чувствуется, что вещь качественная, а не абы какая, знаете, там придет, такой что-то халюпает, шмякает. Эту наклеечку я, наверное, сразу отклею, она тут не нужна. Так, что тут рисует наш Стэнли? 28 часов. 28 часов держит тепло и холод. 150 литра, где-то я не знаю, что такое. 1,3 литра объем. Ну, это все неинтересно. Вот это интересно. Ручка пластмассовая. Туго так, нормально, надежненько в одну сторону, в другую. Ну, сделан он из нержавейки. Я так понимаю, это эмаль. Очень так приятно для рук. Конечно, на морозе голыми руками прохладно браться будет. Здесь такая гравировочка сзади нанесена. Тоже так интересно, качественно выполнено. Ну, что, посмотрим. Так, кружка. Кружка двойная. Тоже будет чуть дольше сохранять тепло. Ну, я не знаю, объем где-то 0,30 примерно. Так. Если на вскидку. Ну, вполне, вполне себе. Раз, чай налил, попил. Ручка держится тут на холодной сварке. Я думаю, что будет тяжеловато ее отодрать, даже при желании. Ну, я этого делать не буду. Ну, вообще термос объемный, на самом деле, такой внушительный. Но, он как бы не для походных там условий. Если вы, если там собрался на день куда-то там сходить, ну, даже не на день, на пару часов, то тарабанить с собой такой термос, конечно, не стоит. Надо что-то поменьше. Но, я повторюсь, иногда нам нужен именно такой большой. Там на рыбалку зимнюю. Или, я не знаю, там вот как мы в клюкву ездили на целый день. На несколько человек будет вполне себе нормальная. 1,3 литра. Разве-ка два попить чайку или кофейку. Там, что кто любит. Так, ну что, посмотрим. Вот это вот самое интересное меня интересует. Интересная такая система. И, вообще, как она выполнена. Так, внутри там документика. Я думал, странно, документики, может, не положили. Ну, какие. Блин, как бы их достать. Сейчас холодновато, руки мёрзли. Опа. Так, вот они, документики. Правила использования. Внимание, внимание. Правила использования. Вообще, кто же читает эти документики? Что мы не знаем, как термосом пользоваться. Налил горячий кипяток, закинул чай, всё, пей целый день. Не знаю, кто вообще эти инструкции читает. Вот эта вот штучка меня больше всего интересует. Двойная резьба. Не знаю, конечно, как она по надёге будет. Двойной тоже уплотнитель. Я так понимаю, чуть приоткручиваешь. И вот этот вот отсек освобождается для того, чтобы наливать воду. А этот всё равно держит тепло. Ну, я сейчас пойду забодяжу кипяточка. Заодно его простерилизую. И посмотрим, как он вообще тут функционирует. Но очень интересно. Закручивается вполне себе так. Раз, раз. Туго. Здесь уже туго идёт. Всё. Опи до упора. Знаете, такие кнопочные такие термоса. Блин, они так часто выходят из строя. Я их поломанных столько видел. Они тепло постоянно что-то не держат. И вот если, не знаю, видно на видео или нет. Здесь он объёмный, а внутри он такой тонкий. То есть, стенки очень толстые. Я не знаю, сколько, так на вскидку и не скажешь. Но чем толще стенка, нужно понимать, тем лучше сохраняет тепло. Ну, заявлено 28 часов. Мне, конечно, столько не надо. Обычно я делаю чай утром. То есть, на день мне чая. Я в экспедиции там никакие не езжу. Сейчас нальём кипятка, продезинфицируем его. Заодно и посмотрим, как он наливает. Закручиваем до конца. Не льётся. Это хорошо, что не льётся. Термос холодный везде. Ну, вот здесь... Ну, нет, везде холодный. Везде холодный. Это хорошо. Значит, тепло не пропускает нигде. Так. Сейчас посмотрим, как он наливает. Это для меня очень интересно. Так, чуть-чуть открыли. О! Я не понимаю, это открылся он. Ага. Вот. Льётся сюда. Блин, очень классно. На самом деле, мне нравится вот эта штука. Раз. Сейчас попробуем закрыть. Посмотрим. Так, чик. Всё, и никак... Блин. Ну, за счёт Ласт Стэнли молодцы. Вот. За этот механизм не знаю, конечно, как он будет в прошествии времени себя показывать. Но пожизненная гарантия нам даёт право верить, что эта вещь надёжная. Ну, и в любой, в принципе, момент я могу её там поменять, если что-то с ней случится. Ну, с кипятком, он такой нормально весит. То есть, его там рюкзачок себе и погулять по улице не закинешь. Ну, пока мне термо страивается. Я сделаю сегодня чаёк и завтра посмотрю. Сутки пройдут и посмотрим, как он держит температуру. Ну, заявлено 28 часов. Кружка, кстати. Видите, вот постояла с кипятком. Практически не нагрелась. Ну, еле-еле тёплая. То есть, руки особо не погреешь ей. Ну, это говорит о том, что тоже термоизоляция, тоже остывает медленнее жидкость внутри. Ну, вот я бы ещё хотел бы к этому термосу, чтобы две кружки шло. Ну, можно было бы, чтобы вдвоём чаёк попить. Две налил. То есть, раз кружка, и наверх накручивается ещё одна. Было бы вообще тогда огонёк. Ну, а так, пока зачёт. Время пить чай. Я, короче, сделал где-то в часиков 7 вечера вчера. Это сколько времени прошло? Семнадцать часов прошло. Не, ну пара идёт. Судя по всему, тёпленький. Иван-чай с лимоном. Иди попробуй. Интересно, какой он температуры. Жаль, нету градусника. Ммм, горячий. Градусов 70, я думаю. Ну, может... Ну, примерно под это. Летей не оставил. Я тебя налью, чё. Ну, горячий. Многие такое не пьют. Прошли сутки ровно. Ну, на рыбалке мы отпили большую половину. Там чуть-чуть осталось, в общем. Сейчас посмотрим, какая там температура примерно будет чая. Вообще, может, он уже вообще холодный. Целый день он, в общем, болтался у меня в ящике. А, так тут уже почти ничего не осталось. Короче, где-то на четыре кружки. Вот так. Это где-то пятая. Сейчас попробуем. Ммм. Ну, пар уже не идёт. Ну, градусов, я думаю, под 40. Вот такое всё. Само пить. Ну, то есть, если бы я его не открывал, и целый день он стоял закупоренный, я думаю, что был бы горячий чай сейчас до сих пор. Термозачётный. Буду пользоваться. В ходе эксплуатации, если какие-то косяки возникнут, обязательно покажу. У кого есть опыт использования этой фирмы, пишите. Позитивный, негативный, любой. Будет интересно. Ссылочка в описании. Промокод на скидку 15% тоже в описании. Подписывайтесь на канал. Позитивный, вкусный. Позитивный, вкусный. Спасибо. Спасибо.